В этом году нашему региону было доверено провести финальные соревнования летней Всероссийской универсиады сразу по трем видам спорта. Почетное право принять лучших спортивных студентов, самбистов, пловцов и боксеров Омская область получила не случайно. Тот уровень доверия, который нашему региону и нашему спорту оказан со стороны студенческого спортивного союза России и принимать финал трех видов спорта, это беспрецедентно, можно сказать. Тем более виды спорта такие, все серьезные, два олимпийских вида. Хочется сказать, что всего четыре города принимают финалы универсиады Всероссийской. Я уверен, что мы на высоком организационном уровне проведем соревнования и по самбо, и по боксу, и по плаванию. Здесь ничего удивительного нет, и я думаю, что это в какой-то мере признание заслуг Омской области в развитии студенческого спорта. Во-вторых, те виды, которые мы будем принимать, это самбо, это плавание, это бокс, всегда были успешными для омских студентов, спортсменов. И мы можем здесь представить болельщикам всех сильнейших спортсменов не только наших омских вузов, но и со всех регионов Российской Федерации. Я думаю, что амичи должны успешно выступить на этих соревнованиях, будем за них болеть и ожидать успешного выступления. Решающий схватки главных студенческих стартов страны по самбо Омск увидел 23 июня. За звание чемпионов универсиады боролись 74 спортсмена из 13 регионов страны. Любые соревнования, даже первенство города, первенство области, не говоря уже, будет такое всероссийское соревнование, они позволяют как раз искать те пути, улучшения для спортсменов, для тренеров, какие-то ошибки устранять. Ну и повышение мастерства, потому что на самом деле самое главное, это морально-психологический аспект у любого спортсмена, поэтому в таких мероприятиях как раз и повышается уровень мастерства. Спортсмены очень хорошие уровни, победа в финале и полуфинале были сложными, потому что спортсменов я этих уже знаю давно, вместе уже боремся и на России, и на Кубках России, поэтому борьба сложнее, чем кажется. Чувствовал, что выигрывал посреди, ну, знал, проигрывал, знал, что брошу внутреннее какое-то самочувствие, ну, и спортивная удача, наверное. Всегда на соревнованиях приходится выкладываться, то есть труд всегда есть, присутствует. Поэтому я бы не сказал, что прям очень тяжело, но пришлось поработать немножко. Пытался понять, что соперник из себя представляет, как бы пытался узнать, что он делает и так далее, ну, почувствовать, чтобы следующая атака была более уверенной. Ну, соперник оказался посильнее меня, но до этого получал травму, выпал на два месяца, поэтому на подготовку ушло всего там плюс-минус месяц. По итогам соревнований в общекомандном зачете лучшими стали самбисты Краснодарского края. На второй ступени пьедестала хозяева ковра – омские студенты. Замкнули тройку лучших универсиады 2018 – спортсмены Приморского края.